Добрый вечер, это простые вопросы. Сегодня наш гость Виталий Староженко, директор Амурэнергосбыта. Добрый вечер, Виталий Анатольевич. Недавно большой участок города из-за повреждений на линиях электропередач надолго остался без света. Это ЧП или проявление вот такой опасной тенденции? Сегодня будем разбираться. Выключилось электричество, да, и должны были заработать резервные источники питания, но они почему-то не заработали. Почему? И света не было долго. Ситуация по энергоснабжению города Благовещенска имеет комплексно негативный, наверное, характер. Во-первых, это большой объем аварийности в сетях АТС. Во-вторых, это тот режим ограничения, которые мы применяем в отношении энергокомфорта за гигантскую сумму задолженности. Посмотрите, давайте, значит, вот так вот, очень простыми словами. Есть основные линии электроснабжения, есть резервные. Если на основных происходит авария, тогда переключается на резервную, а вот как раз резервные вы ограничиваете, отключены из-за того, что вам должны. Да. Понятно. Это тенденция или это разовая ситуация? Вы говорите о том, что это вот началось, называется. Ну, к сожалению, ухудшение динамики платежей энергокомфорта – это тенденция последних двух лет. Даже сегодня 300 миллионов задолженности – это на 150 миллионов больше, чем на 1 ноября прошлого года. То есть и так было не очень хорошо, и совсем плохо сейчас. Амур энергокомфорт должен 300 миллионов? Это энергокомфорт Амур должен нам 311 миллионов рублей. Понятно. Общий долг вы можете назвать на сегодня? Сколько вам должны потребители? Потребители Амурской области на 1 ноября должны 958 миллионов рублей, энергокомфорт, соответственно, 32%. Понятно. То есть мы платим, наши деньги никуда не уходят, то есть не уходят вам по назначению. Они оседают где-то, таким образом накапливаются долги и дальше по цепочке. Ну, так ли это я подтвердить не могу, потому что мы финансов комфорта не видим, но такую ситуацию исключать нельзя. Тем более, что в сегодняшнем рынке электроэнергии роль посредника смысла не имеет, ни экономического, в общем-то, ни финансового. Зачем тогда нужны эти организации? Ну, наверное, это то наследство, которое мы получили. Понятно. А что вам говорят? Ну, раз уж вы говорите часто и в этой передаче звучит энергокомфорт, энергокомфорт, 300 миллионов, долги. Что собирается делать эта организация для того, чтобы погасить эти долги? Вот самое пугающее в этой ситуации даже не величина задолженности, а то, что мы не видим перспектив расчетов. То есть какой-то положительной динамики нам не декларируют, к сожалению, ни руководство комфорта, ни городские власти. Вот такая жизнь, говорят, в энергокомфорте. Абсолютно так. Вот такие долги. Вот нам должны потребители, и мы сделать ничего не можем. Ну как это? А что, разве предприятие не обязано? То есть вот эта организация, она не должна вам ничего? Ну, что значит ничего? Например, мы долги энергокомфорта, для того, чтобы купить электроэнергию на оптовом рынке, мы привлекаем кредитные ресурсы. А что вы делаете для того, чтобы вернуть эти долги? Чтобы вернуть долги, самый, так сказать, безболезненный способ – это судебное взыскание. Он никого не затрагивает. Но, например, если идти по пути судебного взыскания, и сегодня иск находится в суде, исполнительный лист за задолженность августа-сентября мы получим в феврале. Извините, это, во-первых, другие деньги. То есть это полгода жить еще? Это совершенно, да, для нас гигантская нагрузка по процентам, по кредитам. Да, собственно, их же нельзя брать бесконечно, эти кредиты, их уже скоро давать перестанут. Поэтому вопрос очень сложный. Есть уже, и люди сталкиваются и видят это прекрасно на судьбе более мелких предприятий, да, вот этих коммунальных. Когда я говорю сейчас о селах каких-то в районах, о небольших поселках, где предприятие собирает деньги с населения, не рассчитывается точно так же за потребленные коммунальные услуги, вот, потом накапливают огромные долги, ликвидируются, взять с них нечего, у них стол, стул и калькулятор, да, то есть долги остаются, люди, деньги заплатили, просто частные лица потребителя, да, в итоге получают там линии, которые там ломаются и так далее. Этот же человек создает новое предприятие, то есть идут просто сознательно, идут под банкротство. Что вы скажете на эту тему? Вот как-то можно эту тенденцию, эта тенденция уже, наверное, можно ли переломить это все? Можно ли с этим бороться? Только административным ресурсом и все-таки более активной, наверное, работой надзорных органов, так как у нас все-таки даже в Уголовном кодексе есть статья за преднамеренное банкротство, единственное, насколько она работает. Скажите, пожалуйста, что говорят городские власти, я имею в виду город Благовещенск, вот по поводу этой ситуации, ведь это же ужасно, когда в городе, ну, просто отключается свет из-за долгов, и мы входим в зиму при этом, при всем. Вот на данный момент, на сегодняшний день, к сожалению, от городских властей понятной какой-то стратегии ситуации мы не видим. Есть обещание вмешаться, есть обещание вникнуть, но пока безрезультатно. Наиболее активную позицию занимает городской прокурор, вот, мы надеемся, что его намерение осуществить финансово-хозяйственную проверку деятельности энергокомфорта сбудется, и мы поймем все-таки, в чем проблема-то возникла. В силах ли городские власти повлиять на эту ситуацию, как вы считаете? Да, я думаю, городские власти, вмешиваясь в эту ситуацию, смогут хотя бы частично ее нормализовать, хотя мне хотелось бы говорить о стратегии улучшения все-таки. Насколько готов Благовещенск к зиме, вот, по вашей части? Насколько процентов вы можете оценить? Если говорить о готовности Благовещенск к зиме, ну, мы сегодня в зиме, получаем электроэнергию, значит, все в порядке. Но, еще раз повторюсь, нашими ограничениями сегодня из 118 присоединений по 29 электроэнергия поступает не в полном объеме. Так, значит, на сколько процентов? 30. На 30 процентов. Хуже, чем могло бы быть? Да. Хорошо, давайте другая тема, соцнормы. Да, скоро нас, вот, постигнет участие, и все мы будем вынуждены, да, оплачивать электроэнергию по соцнормам. Что это такое вообще? Много споров говорят о том, что соцнорма еще более усугубит положение, и мы будем все сильно должны. Есть ли расчеты, сколько будет социальная норма по потреблению для Амурской области? Ну, первое, что я хочу сказать, что, наверное, для Амурской области не стоит так негативно ожидать изменений. Минимальная ставка для одного проживающего в квартире без электроплиты в городе будет составлять порядка 240 кВт-часов. Это не 70, то, что мы слышали от Медведева, не 90, как по другим регионам, а 240. Это абсолютно не 70, это величина, которая предполагает, что порядка 80% наших потребителей в соцнорму будут укладываться по-разному. Значит, здесь разные группы будут, и вот сразу хотел бы пояснить, очень много, точнее, вся величина соцнормы будет зависеть от той информации, которая будет у ресурсоснабжающей организации. Потому что разбивка соцнормы будет осуществляться в зависимости от первого количества прописанных. Эта информация не всегда бывает достоверная. Второй важный момент, это особенно для сельских жителей, наличие электроплиты. Для города понятно, наличие электроплиты приносило коэффициент 0,7 уже, поэтому здесь все зарегистрированы. В селе пока достаточно было сельского жителя. Понятно. Электроотопление. Электроплита может принести дополнительных 90 кВт-часов на каждого прописанного. Так, если электрокотел. Если электрокотел, это еще порядка 3, если я не ошибаюсь, 3,5 тысяч кВт-часов в отопительный период. Ну, смотрите, значит, есть разные категории потребителей, для всех у вас уже все рассчитано, да? Да. Предварительные расчеты сделаны. Понятно. А сколько будут платить люди по соцнорме за кВт-час, который укладывается в соцнорму? Ну, я полагаю, сегодняшний тариф. Сегодняшний. Выше соцнормы сколько будут платить? Выше соцнормы, здесь законодательно установлен предел роста выше соцнормы, он не должен превышать 30%. То есть, за рамками соцнормы тариф не будет выше, чем на 30%. Ну, сейчас он уже известен, вот вы можете сказать, что он будет там 3 рубля, например? Нет, нет. Не готов. Когда эти цифры будут? Ну, это будет управление цены тарифов рассчитывать к 1 июля. Понятно. А соцнорма будет озвучена до 1 марта. Ясно. Тогда я не понимаю, какой смысл введения этой соцнормы, если 80%, как вы сказали, будет входить в эту соцнорму, да? То есть, смысл вводить вот это все? Сегодня существует такое понятие, как перекрестное субсидирование. То есть, часть нагрузки ложится с потребителей населения категории на потребителей других отраслей, пробышина, сельское хозяйство и так далее. Вот введение соцнормы – это снятие части тарифной нагрузки с бизнеса. Части, маленькой части. Понятно. Смотрите, двухкомнатная квартира в городе Благовещенске. С электроплитой два человека прописанной проживает. Сколько, давайте вот на конкретном примере, сколько будут платить, будут ли укладываться в соцнорму? Значит, смотрите, как это будет выглядеть. 240 – это базовая ставка, плюс один человек – это 50 кВт, получаем 290. И плюс 180 кВт на электроплиту, 90 на каждого. 290 плюс 180 – получается у нас 470 кВт-часов. Понятно. Ну, в принципе, достаточно. На мой взгляд, те семьи, которые, ну, относительно экономично, без, там, ущемления какого-то гигантского, подходят к своему электропотреблению, ну, по крайней мере, уходя из ванной, гасят свет, они уложатся в соцнорму. Спасибо. Вот так мы завершаем наш разговор. Мы сегодня говорили об энергоснабжении области и Благовещенской. Сегодня наш гость Виталий Староженко, директор филиала Дальневосточной энергетической компании «Амурэнергосбыт». Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова